Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Зовут меня Юрий Озаровский. Мы сегодня с вами. Сначала давайте посмотрим, как спят усталые игрушки. Потом пройдемся на море. Ну и будем разговаривать. Поговорим о парковках, о видео, которое мы очень сильно сейчас обсуждаем в нашем перерывном канале. Если вы не подписаны, подпишитесь в море Оса. Собака море Оса. Вы попадаете на канал, либо ссылка в описании есть. Очень такая жесткая тема. И посмотрим на джематинский проезд в джемате. Друзья, присаживайтесь поудобно и давайте взлетим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, территория здесь абсолютно свободная. Можно спокойно полетать, посмотреть по сторонам. Ну и теперь нам пора добраться до морюшка. Как раз таки по пути нам сейчас встретится первая бесплатная парковка. Как отписывается администрация, которая устанавливает уже паркомат возле техникума на всех парковках города Анапы, будет переделываться парковочная система. Здесь видим возле магазина желтые зоны, раскрашенные белые зоны, то есть вся прилегающая территория возле домов этих людей, которые за свой счет положили здесь тротуарную плитку, сделанную в муниципальную парковку. То есть здесь для людей с ограниченными возможностями две. Одна, я так понимаю, оставлена для пешеходного перехода и туда дальше у нас два парковочных места будет. С другой стороны такая же самая раскраска. В дальнейшем будет являться платной зоной. То есть также есть место для человека с ограниченными возможностями. Потом будет стоять паркомат. Вот эта вот вся система призвана решить проблему с парковками в Анапе. Как вы понимаете, парковок больше не стало. Их становится меньше, потому что вот такие большие зоны выделены. И как вы понимаете, на них будут стоять у нас блатные и нищие. Прям реально иногда смешно. Ребят, когда паркуются, ни знаков, ничего нет. Лексусы и все остальные машины. Поэтому я вот так вот выразил свои эмоции. И прям обидно становится, что тем людям, кому действительно надо поближе припарковаться и невозможности пройти, эти места занимаются другими абсолютно людьми. Я никогда, честно. Вот может быть, один раз я в Краснодаре поставил машину, я клянусь, не заметил знак. И меня за это оштрафовали, я гулял по Краснодару. То есть не вопрос, у нас же это так не работает. У нас вон в Красную площадь приедет, там все парковочные места для людей с ограниченными возможностями заставлены сплошь лексусами. Ну и всеми дорогими элитными авто. Будет стоять паркомат, для местных жителей будет единый тариф. А для тех людей, которые приезжают к нам, которые всегда говорят, не разделяйте. Есть местные там приезжие, все одинаковые, все люди. Но администрация говорит, что для приезжих будет один, для местных другой тариф. И мы больше с вами не сможем воспользоваться парковками бесплатно. Я в принципе за то, чтобы там организовались парковочные места, там деньги шли куда-то на развитие курорта. Должна быть альтернатива. Вот говорит, здесь платно, а вот 100 метров пройди. И там офигенная парковка, большое парковочное пространство. Там двухэтажную построили, которую у нас в Анапе строили, так и не достроили. Из-за того, что отозвали у одного из застройщиков лицензию на строительство. Вот смотрите, пример, просто парковок в Анапе. Одна машина так стоит, вторая так же проехала. И отозвали лицензию на строительство. Он перестал строить на Тургенево многоярусную парковку. Как раз таки для тех людей, которые там могли бы парковаться бесплатно. Ну вот такие вот дела, дорогие друзья. Лещит ли вот эта вот проблема парковки? Я уверен, что нет. Альтернативы нет. В общем, все всегда делается для людей. И с целью того, чтобы повысить любовь у граждан к власти города. Очень обидно, что такие вещи вообще происходят. Что взять, допустим, что здесь вот, да? Муниципальный проезд, и все могут заезжать туда. Но не все, потому что летом здесь стоит шлагбаум. И туда пропускают только тех, кто имеет возможность показать какой-нибудь либо документ с красными корочками, либо каким-то другим критерием, там проживает или еще что-то. Все люди на дорогу, сделанную за муниципальный счет, проехать не могут. И на дороге, которая расходится на муниципальной территории. И начиная от Анапы и заканчивая Витязево, так происходит. Практически на каждом проезде. Это бич просто. Вот этих шлагбаумов, всех этих лягушек, квакушек. Давайте о проезде. Долетим до моря, а потом пройдем. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здесь все выглядит и сейчас можно посмотреть ногами. То есть уже абсолютно все закрыто, потому что в этой стороне у нас не размещаются беженцы. И здесь у нас тишина, спокойствие. Не порадовало мне то, что произошла огромная вырубка деревьев сверху. Это прям очень хорошо видно. Вот с левой стороны здесь очень долгое время находился кемпинг, на который можно было приехать и отдыхать. Кстати, все знаете, очень многие люди возмущаются о том, что там в Ставрополе, на Черноморском побережье, где-то начинают отжимать в пользу государства территории лагерей, признавая ничтожными те документы, по которым они отходили их нынешним владельцам. И там прям вот вы что, как вы могли, то есть у нас там отжимать. Но на самом деле, ребят, то есть вот у нас, допустим, территории детских лагерей превращаются в пансионат отдыхе семейный. То есть хотя эти территории Пененского проспекта все для детей. А продают их кто? Те владельцы, которые по каким-то, я не могу сказать, что они подделали документы. То есть они в какой-то момент в СССР стали богатыми и смогли выкупить эти территории. То есть не достались они детям эти территории, для кого они создали лагеря, а каким-то дядям. Вот так вот, да. И я сейчас, допустим, не могу встать на сторону владельцев этих пансионатов. Если, допустим, находятся документы, подтверждающие, что они незаконным путем получили доступ к этим территориям, то, конечно, хотелось бы, чтобы они вернулись в государственную структуру. И нас в дальнейшем государство выделяло для отдыха своим гражданам социальные путевки в эти пансионаты. Было бы круто, да, потому что отдохнуть сейчас в те же самые кампании воды может позволить и не каждый. То же самое и приехать к нам на Черноморское побережье. Итак, смотрим на ребята. Вырубается сосновый лес на территории данного кемпинга и уничтожаются легкие джемоты. Деревь становятся все меньше. К большому сожалению, это очень хорошо видно сверху. Хотелось бы, чтобы таких моментов было как можно меньше в нашей жизни. Ничего совершенно не работает. В принципе, вся информация, которую вам надо знать. Здесь мы слышим звуки ремонта, подготовки к следующему сезону. Видите, поэтому, наверное, вот этот большой пансионат не стал запускать себе беженцев. Но, возможно, еще и по той причине, что у них нет отопления. Потому что многие строят чисто летний вариант. Отопление – это прям дорогое удовольствие, чтобы его сделать. Хотел бы рассказать вам вот как раз-таки о том, чем мы сейчас обсуждаем в нашем телеграм-канале. И одно из видео, последнее мне прислали подписчики с возмущением Юра. Посмотри, какой беспредел. Это касаемо ждунов. На этом видео чат рулетка. Называется парень заходит там и разговаривает с ребятами. У них там висит плакат нациста, который убивал наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Они говорят, что не на него молятся. Говорят, что приехали в Белгород. Говорят, что они получают там по 10 тысяч каждый месяц. Им дали еще квартиру для проживания. Говорят, а мы эти деньги отправляем на помощь нашим украинским солдатам, чтобы они убивали ваших русских. То есть, я не знаю, начали писать, что это постановка нам так далее и тому подобное. Но я думаю, что раз люди русскоговорящие, возможно, они где-нибудь там на странах СНГ попадут. Подайте их в розыск, пускай их найдут, пускай они за свои слова ответят. Поэтому я считаю, что и наши звезды, которые выражаются очень плохо против нашей страны, против наших солдат, должны также нести ответственность. И все люди, которые открывают свой поганый рот и говорят об этом. Я вас ненавижу искренне и хочу, чтобы вы понесли наказание. Тем более, кажется, слухи не слухи. Но вот вчера с Артуриком также сидели, ему женщина написала, говорит, что общалась с своей дорогой знакомой, которая встретила там на Пионерском проспекте детей, которые гуляли. Спросили, откуда они говорят, с Херсонской области. То есть, с кем приехали? Это бабушки, мамы, говорят, а папки ваши где? Они говорят, на стране ВСУ воюет. Такие вот дела. Это вот про Ждунов. Как бы хотелось, чтобы мы все вновь были один, единственным народом. И чтобы мы вот таких вот вещей даже не слышали никогда. Дай бог, чтобы все было хорошо и у всех было мирное небо над головой. Вот я клянусь, ни разу не желал там украинцам зла или какого-то там негатива. То есть, я все понимаю, как людям промываются мозги, как, может быть, и нам промыли мозги, и им промыли мозги. Но вот эта вот ненависть, как хочется, чтобы ее просто не было. Мы в первую очередь люди. Люди и свои взаимоотношения строят на добре их взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоподдержки. Вот давайте вот культивировать все вот эти вещи, чтобы все становилось гораздо лучше, прекраснее. Приближать тот день, когда мы вместе все будем жить под мирным небом. Дай бог от души, хотя перемирий не должно быть никаких, фашизм должен быть уничтожен. Потому что мои деды погибали не ради того, чтобы он в 21 веке поднял голову. И они явно не хотели, чтобы я жил и знал об этом. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Выходим тем временем к морю. Видите, как здесь выглядит вся территория. То есть, посносили варечки с левой стороны, оставили тут туалет на гамойке, которые были. И по-другому начал выглядеть этот проход в море. А я его помню, когда вот эта территория тоже была песочком. И вот эта территория была песочком. Ну, какие-то сволочи из администрации, пятая колонна, я их могу так назвать, попродавали наши дюны и разрешили здесь строительство. И закрыли глаза, когда это строительство происходило. Че, ну, ты реально думаешь, что с Гондураса их засылают к нам. Эти золотые россыпи джиматы. Именно так переводится это название. На дюнах вот такие вот домики стоят. Уйо. То есть, я не знаю, кстати, кто следит за изменениями. Правила благоустройства хотели менять в Анапе. Но по старым правилам у нас никакого благоустройства на пляжах в зимний период времени не должно было быть. То есть, все должно быть убрано и разобрано. Но вот ради таких предпринимателей, которые имеют плотные связи с администрацией, как с левой стороны, могли их изменить и разрешить все вот эти вещи оставлять на пляже. Это очень плохо. Нет, для меня. На самом деле, все равно. Я живу за километр, за три километра от моря. И, в принципе, особо не пользуюсь благами именно пляжными. Не сказать, что я там прихожу, там ложиться на песочек. Это плохо из-за того, что вот этот песочек будинским нашим считался лечебным. И почему вообще она была детским курортом? Потому что очень много болезней, связанных с легочной системой, кростными артритами, лечились непосредственно тем, что деток закапывали непосредственно в песок горячий. Они лежали и постепенно их косточки приходили в норму. И сейчас очень многие люди приезжают и пользуются кварцевым песком в лечебных целях. Очень плохо, что наши предприниматели готовы вот это вот все срань свою строить на наших пляжах, которая потом в дальнейшем ограничивает миграцию песка. То есть, если, допустим, вот вы видите, да, сейчас у нас роза ветров примерно одинаковой. С севера, когда дует песок, уходит в море. Когда с юга дует песок, наоборот, приходит на дюны. Растения на дюнах как раз-таки аккумулируют этот песок. Это большой наш природный запас песка. Из-за того, что русло реки Кубань больше не впадает в Черное море, то песка больше мы не увидим. Оно сейчас все идет в Азовское море. Из-за чего, кстати, то самое и мелеет. И там появляются шикарные песчаные пляжи в том числе. Не должно быть благоустройство, потому что должна быть естественная миграция песка. И об этом заявляют не Юрий Озаровский, а ученые РАН, которые по заявке одной из наших администраций производили здесь исследования. И заявили о том, что если даже вы подходы к морю делаете, то вы не должны разрушать дюны, а делать только мосточки на сваях. Это единственное, что они разрешили. И по многим таким моментам сделаны как раз-таки вот жемоте. Но здесь сейчас вы можете увидеть, что вот так вот выглядит эта территория. Но единственный плюс, наверное, от того, что здесь есть, это детская площадка с горочкой туда. Даже сейчас я вижу, что пришли с детками. И туда дальше, я смотрю, есть тренажеры для того, чтобы заниматься спортом, воркаутом. Вот так вот выглядят наши пляжи. Сегодня очень много говорю, что-то, наверное, я соскучился по разговорам с вам. И поэтому надеюсь, что вам это доставит удовольствие. И мы постепенно подходим к нашему морюшку. Здесь красота, чистота, все приятно и прекрасно. Это самое главное, что может происходить в нашей жизни. Встреча почти на закате с морем. Чего хотеть, о чем мечтать. Единственное, что много вот мертвых видов на берегу. Видите, валяются. Это корнироты в основном. И есть чисто белые, есть с голубой каемкой. Я, по-моему, на кате катался и упал прям в их рассадник. Так щипало лицо. Ну, все проходит, как говорится, все это временно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...